В Третьей главе в том, что мы очищены навсегда, вечным омолением. Начнем с 4 стиха. Когда же явилась благодать и человека, любя и спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милосте. Он спас нас в бане возрождения и обновления святым духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, спасителя нашего, чтобы, оправдавшись его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. То есть, это действие Бога, которое как раз позволяет нам уйти с острого греха и перейти к новой жизни. Which then leads us to 1 John 1, 9, is a daily action on our heart, on confessing sins and keeping our fellowship strong between us and our Heavenly Father. Anakos 1, 1 главе 1 послания Иоанна, 9 стихе, говорится о том, что мы должны очищаться истинно, фактически, исповедовать свои грехи для того, чтобы поддерживать общение со своим Небесным Отцом. В Америке, те люди, которые раньше были католиками, а потом уверовали в Иисуса Христа, говорят, что больше мне не нужно ходить исповедовать свои грехи. Я свободен от этого, и мне не нужно ходить к священнику на исповедание. Однако, у меня возникает другой вопрос, нужно ли переставать исповедовать грехи? Ну, the suggestion that I've heard is that in the evening we review our day and confess our sins together. И я вот слышала о том, что было такое предложение, что по вечерам, когда ты просто обдумываешь все, что прошло за этот день, ты можешь обратиться к Богу и исповедовать те грехи, которые за день произошли. It's easy to review the day. And just stop and say, God, the Holy Spirit has convicted me, I'm aware of, I should not have said this, I should not have said that. Do I need to go to somebody and express forgiveness? Or ask forgiveness? Нужно ли мне пойти к кому-нибудь и высказать свое прощение или попросить прощение? My twin brother just used to drive me half crazy. He was always saying, I'm sorry. He had a sensitive conscience. I may have had the same conscience, but I wasn't acting on that conscience. I think, would you just stop? That has to do with our willingness to confess our sins one to another. MacArthur says at that point that 1 John 1, 9 is confessing our sins to God. MacArthur говорит, что в 1 Иоанна, 1 главе, 9 стихе, говорится о том, что мы исповедуем грехи именно Богу. But we have the passage in James, chapter 5, Однако в послании Иоанна, 5 главе, есть такой fragment, which speaks о том, что исповедуетесь друг перед другом. How do we put those together? А как же нам согласовать вот эти два стиха? Признавать их друг перед другом в проступках? 5 глава, 16 стих. Как нам связать вот эти два стиха? Ну, конечно, наверное, первоначально должно быть терпись. Комендарно перед Господом. И тогда у нас, наверное, будет возможности, силы подойти непосредственно к человеку. И есть, наверное, первый стих. И египет за Бога, и потом мы будем определено с помощью данных вposition и то с помощью данных в описании. Да, я согласен. Мы работаем на вертикальные отношения. Для того, чтобы подготовиться, уладить отношения уже в горизонтальной плоскости к другими людьми. Если Нелс был здесь сегодня, то он бы поговорил с вами о 12 шагах, о программе 12 шагов. Это один программ, который говорит о пресповедании. Меня зовут Джим. Я алкоголик. Я не употреблял алкоголь уже 12 часов. Это как бы признание. Единственное, чтобы эти слова сказать, необходима сила. И, например, честно нужно признаться, когда Вы действительно в последний раз выпивали. И вот в декабре я встречался с одним бывшим членом церкви. Он взял меня за руку и поприветствовал, как тепло. Он сказал, что уже 13 лет, 24 дня и 16 часов. С тех пор, как я не употребляю алкоголь. На протяжении этого времени я трезвую. И я вот помню тот день, когда он не хотел избавляться от этого. Но он был облечен, получил такое убеждение, что пора лечиться. И, когда он говорит, сколько лет и часов он не пьет, он просто этим тем самым исповедует Божью силу, Божье могущество. Также, в 12-step программе, мы имеем другие шаги, которые ведут нас в направлении confessing sin to others. И мы с вами будем говорить о том, как нужно исповедовать и признаваться другим. который ты совершил в своей жизни. Now, confessing sin does not mean that we have all consequences of sin removed in our lives. David is a primary example. Примером этого служит David. Psalm 51. Psalm 32 is probably the start of Psalm 32. Наверное, лучше все-таки начать с 1-го псалма. Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord does not count against him, and whose spirit is no deceit. 1-2 стихи. Блажен кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не сменит греха, и в чем в духе нет лукавства. When I kept silent, my bones wasted away through all my groaning all day long. Day and night, your hand was heavy upon me. My strength was set as in the heat of summer. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my inequity. And I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. One reason some people drink as heavily as they drink is to free themselves from the memories, the painful memories of them. It is a prayer that many people drink. Psalm 51. Familiar song for us. It is prayer. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your grief and compassion. Blood out all my external expressions. Wash away all my inequity and cleanse me from my sin. Those of you who prepare sermons, a sermon you might start finding in terms of just the times where wash and cleanse me. Those of you who are preparing to preach this topic, you may be able to pay attention to these things. Because again, there is a prayer that says, there is a prayer and healing. Verse 3. For I know my transgressions, but my sin is always before me. The Holy Spirit is keeping that conviction in his heart. They say against you, you only have I sinned and done what was evil in your sight, so that you prove right when you speak and justify it when you judge. He does not have any argument against what God is doing. Verse 7. Далее. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be white in snow. Verse 7. Let me hear joy and gladness that the bones you have crushed for joy. Let me hear joy and gladness that the bones you have crushed for joy. Hide your face from my sins and blow out all my iniquity. Create in me a pure heart of God, and renew a steadfast spirit within me. So he is asking for those sins to be taken away. And something replaces that in terms of the pure heart. Do not cast me from your presence, and do not take your Holy Spirit from me, restore me to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. Now that's a personal confession. He is not asking anything in regard to consequences. And what were some of the consequences of his sin? Yes, the first child that was conceived in the relationship with Bathsheba and David died. But the second one was Solomon. So you have justice, and you have grace. Somebody says in the Old Testament there isn't grace. There's grace in the Old Testament Solomon's birth. But then the next child, you've got Absalom. Not exactly the picture of the way you'd like your children to grow up. Right? I mean, there's just consequences there that come either from the hand of God or allowed from the hand of God. And as we see here, God forgives David. And you have that statement in Psalm 102. Not in the second Psalm. A praise for forgiveness. Yes. Praise the Lord, O my soul, all my innermost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the fed and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires for good things, so that your youth is renewed life to evils. Praise the Lord, O my Lord, and don't forget all His blessings. Verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will He harbor His anger forever. He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so He has removed our transgressions from us. And that has something to do with our personal forgiving ourselves. Corrie Ten Boom says he takes it as far as the east is from the west. And then He put a sign beside the lake, no fishing allowed. So He does not want us to dig up things that have already been done. There's a temptation to do that. Particularly if we know something about a person that we know, the person who we're talking to does not know about them. Or people will say, do you want me to tell you about him? Why do you want to tell me about him? Because I feel good about doing the gossip. And I think every pastor should be aware of the sheep and their sloth. So then you will know how to handle the sheep. What has been forgiven, why are you dragging that back up? I think we have a very difficult task of having somebody who has just a strong desire to be a gossip and keep them from destroying other people in very subtle ways. We have a very difficult task of having people who cannot hold them. We love to talk about other people. We love to talk about other people. Because this leads to a very cruel result in the church. It destroys the church. Pastor, you need to know. Why do I need to know? Why do I need to know? For your own well-being. For your own well-being. Now, I would agree that there are some times we need to be forewarned. There were times when I would stop and say, God, forgive me for listening to the gossip. Then you go to the individual and say, I really am convicted by God for listening to what he shared. Because I am helping perpetuate that story. Because I am helping perpetuate that story. Because I am helping perpetuate that story. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Теперь мы с вами откроем послание Колоссиным третью главу и посмотрим, что там говорится о прощении друг друга. У нас есть такие параллельные фрагменты, можно сказать, фрагменты внеснистых посланий к Колоссиным и посланий к Песенам. И это действительно связано с этой иллюстрацией об острове Дреха. Потому что здесь говорится о прежней жизни, о том, какой она была. Например, в третьей главе послания Колоссиным, в пятом стихе. Написано, умертвите земные члены ваших, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжение, которое есть идолослужение. Далее восьмой стих. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злог, узлоречие, вернословие, уст ваших. Далее двенадцатый стих. Итак, обретитесь, как истинные Божие, святые и возлюбленные, милосердие, благорствие и намудрее, кроты и долготерпение. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. That's the command. Christians need to be known as forgivers. We're not keeping long records of wrongs and we are going to release people as we have been released by God. So what happens when we don't forgive? We're going to be living out something that was expressed back here in the old life that was ours before we were redeemed. Now, at this point, I'm going to say there are settings where it is very, very, very difficult to forgive. It will take time. It will take God's help. But at least the intent of our heart would be that that wound would heal and that person would be forgiven. And we'll talk about that later. Go back to Ephesians chapter 4. Verse 29. Do not let any unwholesome talk come from your mouth, but only what is helpful for the building up of others according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God. So that ties in with the grief that God is experiencing when we are sinning. Do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander along with every form of malice. I have known people who came to church and put on a very good face. You would think they were kind and gentle. But they live double lives. The life in the church was not the life that they lived at home. And I would have somebody that I would say, his life is being transformed by Christ as a new believer. Then his wife would come in to talk to me. He said, he is the same angry man that he was before he came to Christ inside of our home. The children are still afraid of him. Because things have not changed at all. I would call him and say, we need to talk. Either you have not been regenerated. Or you do not know how to live inside this family in any other position other than rage. Now, some of those individuals accepted help. And some did not. But the issue is, if it's genuine, it's going to need to spread throughout entirety of a person's life. If it's a real... Yeah. If it's a real... 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 Я думаю, что есть правильность в эту статистику, что мы не имеем много выборов в данном случае, если исходить из Писания. Но я также знаю, что когда происходит возрождение в душе человека, и когда он четко начинает осознавать свои грехи, по-другому их воспринимать, то появляется и огромное желание эти грехи исповедить. Мы проводили в молодежной лагерь, в 3 часа утра, и в 3 часа утра, несколько молодых людей сказали, что нам не спится, можно нам пойти и помолиться. Что они 100% хотели сделать? Они хотели позвонить домой и поговорить с мамой и с папой. И они плакали, просили прощения. И просили прощения за то, что доставили столько проблем своим родителям и столько боли. Откуда все это? Что их побудило это сделать? Это служение Святого Духа. Это что-то в нашей жизни собирается и мы позволяем этому накапливаться и накапливаться. Мы может быть чувствуем себя виноватыми. Но если мне 15 или 16 лет, то даже если я что-то там совершил, родители, это будут последние люди, кому я признаюсь. Если только Святой Дух меня не обличит и не побудит это сделать. Чтобы прощение произошло, нужно много факторов. Мы не можем подходить к ситуации шаблона. То есть большое значение имеет духовный рост. Человек 10 дней в церкви или человек 10 дней или месяц в церкви. Большое значение имеет. Опять-таки каждый вышел из своей среды, прежде чем пришел в церковь. Кто-то воспитался в нормальной семье и для него нормально прощать. Кто-то был постоянно ущемлен и болезненно к этому относился, и ему сложно прощать. В таких случаях всегда необходим или консультант, или какая-то группа поддержки, чтобы помочь человеку прораститься. Вот эта позиция очень хорошо рассматривается. И это очень важно. Я думаю, что когда церкви появляется новообращенное, происходит... Я думаю, что когда церкви появляется новообращенное, происходит... в церкви появляется новообращенное, они чаще всего не знают, как себя вести. Например, они исповедовали свой грех, мы о нем узнаем, и нам этого не надо. Мы говорим, что о таких вещах лучше публично не говорить. Вот так вот, может быть, наедине с кем-нибудь. И мы, в основном, в многих способах, мы просто препятствуем служению Святого Духа, мы его угощаем. Я думаю, что вы знаете, люди, которые прорастались, и когда они прорастались, они прорастались, что мы говорим, что «О, почему?». И потом он говорит, «Зачем ты так обо всем об этом говоришь?» Он говорит, что обращается к пастору, «Ну ты же сказал, что мне нужно покаяться». Ну, это то, что я делаю. Я буду остановиться на этом моменте. Окей, мы идем на Матфею, и Петерс вопрос. Ты знаешь, 18 глава Евангелия от Матфея, где Петер задает вопрос. Сколько раз вообще? И на сколько же раз нужно прощать? Матфея. 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 Матфея делает виски. Матфея. Матфея – это моё дедуger, пока он выкает по моему деду. Когда он выкает по моему деду, он выкает по моему деду. А, и перед тем, до того, как папа возвращается домой, он останавливается у бабушки, заходит бабушке по дороге, и перед домом, значит, выпивает у бабушки меси. И вместе они напиваются, и папа еле-еле доходит до дома. Он голодный, естественно, хочет что-нибудь покушать. И начинает кричать, где ужин, где еда? Ему отвечают, еда была на столе 4 часа тому назад. И мы начинаем срабатывать. Это происходит почти каждый день. Сколько же раз мне нужно прощать эту женщину, которая его спаивает? Если я, например, жена. Или если я внук или внучка. И я знаю, что бабушка многие годы это делает. Петр говорит, вот если я ее семь раз прощу. Это было много, не было? Это будет меня на высшем уровне, чем остальные люди, которые столько не прощают. И Иисус отвечает. 70 times 7. Неужели этот стих может подойти к этой бабушке? Мне кажется, что здесь нельзя сравнивать с именистки раз прощать к этой бабушке. Здесь, наверное, другой должен быть подход не прощения, а, наверное, отдать в руки Господа эту бабушку, чтобы он ее разумил, что она числа с обстоятельства. Но почему это не имеет отношения к прощению? Как я могу избежать этой темы прощения? Дело в том, что из-за ее поступков в семье большая проблема, большая боль. И она постоянно не перестает это делать. И она постоянно не перестает это делать. Я говорю, что она до сих пор это делает, то есть она не перестает это делать. Не вразумляется. И она еще живет. И не дай бог умер муж. Кто умер? Не дай бог умер муж. А бабушка живет. А кто? Что умер? Что умер? Что умер? Абе-да ж мая. Абе-да ж мая. Вот как здесь вы? И я просто не могу снять ее. Абе-да ж мая. Абе-да ж мая. Абе-да ж мая. А я думаю, что и в таком случае, в гипотетическом было бы очень трудно, но в трудно даже и сложившейся ситуации вообще. А дети знают, что происходит, кто виноват. И они пытаются что-то сделать. И они пытаются привезти отца домой. И они пытаются привезти отца домой. Потому что на них лежит ответственность за то, чтобы этого не произошло. И они чувствуют себя виноватыми из-за того, что не смогли исправить это положение. И не смогли ничего сделать. И если кто-то умирает, то тогда у нас еще проблема с тем, чтобы простить человека, который уже умер. Человек, допустим, сотворил такую ужасную ситуацию в семье, стал причиной всего, что происходит. А потом еще и умер. Приходится вот его прощать. Набрав. 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 Девушка была алкоголиком. Он играл в азартные игры. Он играл в азартные игры. Он нанимался в боксе. Он занимался боксом. У него был огромный долг, и он покончил жизнь самоубийством еще до моего рождения. Я видел моего отца плачу те долги, которые у дедушки были. Ради того, чтобы репутацию очистить, чтобы на семье не было этого позора. Дедушка уже мертв все давно, а влияние и последствия остались на семье. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.